Вооружен маской и антисептиком, значит защищен. Роспотребнадзор рекомендовал при посещении мест массового скопления людей соблюдать меры предосторожности. В следующем материале речь пойдет о технологиях изготовления средств индивидуальной защиты в домашних условиях. Швейная машинка, отрез в марле, полчаса работы и маска готова. Волонтер движения «Мы вместе» Людмила Ткачева уже второй день подряд занята изготовлением средств индивидуальной защиты для окружных медиков. Несмотря на то, что сегодня Ненецкая окружная больница полностью обеспечена медицинскими масками, дополнительные лишними точно не будут. Нам доставили марлю, попросили шить, кто сколько сможет. Я знаю, что я такая не одна. Много таких девочек, которые шьют сейчас дома. С материалом марля она просто сыпется. А вот так технология несложная. И действительно, изготовить маску в домашних условиях нетрудно. Для своей семьи Людмила уже заготовила стратегический запас средств индивидуальной защиты. Для пошива домашним я использую обычные ХБшные. Это вообще бывшая простынь. Она уже много раз была стиранная. Говорят, что вот эти все краски неплохо влияют на наш организм, поэтому лучше брать уже стиранные вещи. Поэтому вот двухслойная маска. Ну это, наверное, посложнее немножечко. Вот она занимает где-то полчаса шить. Вот это вообще шьется буквально за 10 минут. Тоже двухслойная маска. Тоже ХБ. Очень приятная к телу. Могу даже продемонстрировать, как носится. Все закрываю. На просторах интернета сегодня довольно много так называемых лайфхаков по изготовлению масок. Например, в этом видеоролике женщина демонстрирует весьма несложный и бюджетный способ создания средства индивидуальной защиты из одноразовых кухонных полотенец. Одну штучку и вторую штучку. Можно делать из трех. Будет надежнее. Но так как мы ее сейчас свернем несколько слоев, ровненько подгибаем, переворачиваем. Отрезаем кончики. Чем меньше голова, тем меньше надо резать. Для детской маски маленькие надрезики можно сделать. И сюда чуть-чуть поближе. Для у кого побольше голова, чуть-чуть подальше. Подрезаем ножничками. Разворачиваем. Вот так вот складываем. В серединку раз. В серединку два. Вот так берем. Цепляем за ушки. Что же касается дезинфицирующих средств, которыми рекомендовано обрабатывать руки. Сегодня в аптеках Ненецкой формации доступны для продажи фабричные антисептики. В продажу к нам поступили антисептики заводского производства, гелевые с дозатором. То есть в достаточном количестве. Пожалуйста, можно приходить приобретать. Также Ненецкая формация заключила договор на поставку защитных масок многоразовых с одним из предпринимателей города. Тем не менее, окружное управление Роспотребнадзора призывает всех граждан, а особенно лиц группы риска, это пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, максимально сократить посещение общественных мест и соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, не косаться рта, носа или глаз немытыми руками, регулярно очищать поверхности и устройства, к которым прикасаетесь, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.